Играет музыка Участок Владивосток-Крым Движение на запад страны В сторону Крыма Я бы хотел поделиться Своей личной информацией Вот такого плана Во-первых, читайте комментарии Пользователей Там достаточно много Интересных подсказок Советов, рекомендаций Людей, которые уже Бывали в этих местах И советуют Делиться информацией С вами В частности, путник 81 Кстати, можете пройти на его аккаунт Посмотреть его видео Видео дорог России Во все времена года И заодно Там же вы найдете Видео и по дорогам Европы Очень интересный аккаунт Рекомендую Что я хочу сказать В отношении Автопутешествий по России Этот вид отдыха У нас еще находится В достаточно Слава вам состоянии В начальной стадии Ну, это я сужу по Тем автомобилям Которые Попадались на дорогах У них характерный признак Багажники На крыше Или запасные колеса Закрепленные тоже На багажнике На крыше Это говорит о том Что эти люди Двигаются в дальнюю поездку Но прочитав Даже все комментарии Видео И посмотрев В интернете Вы не получите Стопроцентной информации О крае О регионе Поэтому Я считаю Мое мнение Что На границе Каждого региона Должны стоять Своеобразные Опорные пункты Может быть На Постах ДПС Или на Близрасположенных Заправочных станциях Где Автопротешественник Сможет получить Исчерпывающую Информацию О регионе О наиболее Значимых Местах Достопримечательностях Как К ним проехать Ну и Узнать какую-то Историю Об этом Я считаю Что Каждый Россиянин Должен Хотя бы Раз В жизни Проехать Через Всю Страну Посмотреть На Ее Масштабы Величия На Красоту Это Оставит Неизгладимое Впечатление Дороги Как вы можете Сами убедиться У нас В более-менее Хорошем Состоянии Ну За Небольшим Исключением Я веду Я имею ввиду А360 И Р504 Но Как обещает Нам Росавтотор В течении Трех-четырех лет Этот вопрос Будет Закрыт Дороги Доведут До ума Я имею ввиду Вот Р504 Колыма Те Ужасы Которые Можно найти В интернете По Этой Трассе Их Уже Нет Практически Этой Участки Как Черный Прижим Заячья Петля Они Уже Ликвидированы Там Можно Двигаться Безопасности Попасть В неприятную Ситуацию Но Полотно Дороги Я говорю В течение Наверное Трех-четырех лет Как обещает Росавтотор Будут Устранены К сожалению Большому Инфраструктура На Р504 Она Требует Более Пристынного Внимания Более Внимательного Отношения Государства К этому Участку Дороги Там Нужны Гораздо Больше Заправочных Станций Там Нужны И Мотели И Очень Важно Это Мобильный Сервис Чтобы Можно Было Вызвать Помощь Поддержку Техническую На дороге И Очень Важно Чтобы Была Мобильная Связь Интернет Более Менее На Колыме Работает Мегафон Более Менее Но Очень Слабо Других Операторов Практически Нет Ну Вблизи Крупных Населенных Пунктов Там Можно Еще И Телет 2 Воспользоваться Услугами Телет 2 Ну А Других Операторов Я К сожалению На Этой Дороге Найти Не Смог Может Быть Есть Я Не Знаю Так Такой Момент Проехать Через Всю Россию Это Крайне Затруднительно Можно Сказать Сдохнуть Можно Поэтому Нужно Я думаю Развивать Такой Сервис Услуг Как Комплексный Туризм Ну Например С запада России До Якутска Или до Устмиры Долететь На самолете Там Уже Взять Автомобиль В аренду И До Магадана На Автомобиле В Магадане Автомобиль Сдается И Человек Возвращается Домой Отдохнувшим И Получившим Достаточно Много Полезной Интересной Информации А край Колыма Потрясающей Красоты Потрясающей Я думаю Что Этот Район Требует Более Внимательного Отношения В плане Рекламы Информации К сожалению Район История Этого Региона Имеет И печальные Периоды Но Нам Нужно Узнать Наши регионы Нашу Историю Конечно Думать О том Что Все Рванут На автомобилях Путешествовать Но Это Нереально Потому Что Люди Все Разные И Привыкли К разным Условиям Отдыха Кто Кто Предпочитает Курорты Комфортные Условия Кто Скажем так Спартанский Образ Путешествий Я считаю Что Комфорт Это Такая Вредная Привычка Как Привычка К Наркотикам К Алкоголю К Азартным Играм К Алчности К Тем Привычкам Которые Не имеют Предела Я Не призываю Всех К Аскетичному Образу Жизни Но Нужно Иметь Свои Аспекты Свои Взгляды На Реальную Жизнь На Реальный Отдых Путешествовать Передвигаться По дорогам Россия Сейчас Безопасно Того Беспредела То и Того Ужаса Что Был В начале 2000-х Этого Уже Нет То есть С хулиганьем С безобразиями На трассах Я думаю Покончено Раз И Навсегда Уйти По России Не По Телевизору А Реально И Вы Как Говорят В Адосе Чувствуете Две Больших Разницы Смотрим Дальше Дальше Продолжение следует... 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 Продолжение следует...